здравствуйте мальчики и девочки и студенты и студентки свободное падение тела я беру шарик и отпускай его свободное падение он находится в свободном падении мы привыкли так говорить что произойдет если я теперь этот шарик брошу вверх во время подъема это свободное падение или нет очень многие говорят ничего подобного это не свободное падение потому что пришли к такому на мой взгляд неправильному выводу и не только на мой взгляд что думает что только свободное падение это вот такая вот штуковина ничего подобного определение свободного падения свободное падение тела такое движение телу которые движутся только по действиям силы тяжести или это движение тела ну будем говорить так в каком-то пространстве только по действиям силы тяжести но тут есть одна маленькая оговорочка все задачи которые мы будем решать дальнейшем и все о чем я вам сегодня расскажу есть допущение что вот сопротивление воздуха которым движется тело оно пренебрежима мало то есть оно не учитывается вот это очень важно так сказать понять если мы это поняли значит любой бросок и когда тело будет находиться так сказать движение вот это есть не что иное как свободное падение но сегодня мы с вами разберем три варианта первый вариант такой когда у нас имеется шарик и мы его просто-напросто отпускаем он начинает падать вниз это первый вариант второй вариант это когда мы берем шарик и бросаем его вверх то есть не отпускаем а бросаем его я сказал вверх нет бросаем вниз вниз бросаем а теперь вверх бросаем то есть третий вариант это такой раз подбросить самое интересное заключается в том что папа он поднялся до максимальной высоты а дальше идет первый вариант когда он просто-напросто свободно падает ну вот все но теперь что мы должны с вами создать так сказать теорию она будет базироваться на тех знаниях которые мы получили когда просто решали где будет находиться тело какой момент времени если она будет двигаться с ускорением каким-то туда-сюда по оси x и тогда мы с вами говорили о тех формулах в общем виде которые можно использовать для того чтобы ответить на любые так сказать вопросы связанные с движением тела это у нас была первая формуленция начальная скорость ускорения скорость которая в любой момент времени присутствует потом у нас было дельта икс в 0 плюс в деленное на 2 умножить на т умножить на т потом у нас было дельта икс в 0 т плюс а т квадрат пополам и дельта икс равняется в квадрат минус в 0 квадрат деленное на 2а вот четыре формулы которые мы с вами должны по идее знать ну а теперь что нужно просто напросто взять да и как бы перевести вот эти вот знания и эти формулы на движение тела брошенного вверх вниз или просто напросто про тело которое мы отпустили ну вот давайте с вами рассмотрим первый вариант когда тело отпускает с какой-либо высоты вот она находится у нас здесь да отлично а вот земля в иллюминаторе видна вот здесь вот это у нас земля что мы знаем на это тело действует сила тяжести значит он будет двигаться вниз а раз на тело действует сила значит есть ускорение вот самое интересное заключается в том что ускорение всех тел которые мы либо бросаем либо отпускаем с какой-то высоты оно одинаково и это ускорение называется ускорением свободного падения оно равно девять целых восемьдесятых метров на секунду в квадрате но мы в последующем когда начнем решать задачи будем всегда принимать g будем g принимать за десять метров на секунду в квадрате и так это тело отпускаем и оно начинает падать правильно начинает падать отлично значит ускорение свободного падения направлено вниз начальная скорость здесь равна нулю ну потому что я держу это тело вот этот шарик держу нет никакой скорости вот тут начинается интересный так сказать вариант как выбрать ось а ее можно выбрать либо вниз либо вверх где находится начало координат это тоже вопрос так вот физики всегда как правило идут по самому простому пути потому что самый простой путь он на мой взгляд самый гениальный да вот так вот самая простая вещь это сказать вот так вот я выбираю ось у по направлению движения а начало координат выбираю здесь поэтому начальная координата будет равна нулю движение происходит по оси у и что можно сделать давайте с вами вот эти вот четыре формы будем переводить на наш так сказать язык и у и значит что у нас получается в это скорость по оси у будет равняться смотрю сюда начальная скорость 0 0 значит я записывать ее вообще не буду но давайте сделаем все таки я запишу в нулевое плюс а т да вот первая формула а теперь смотрим внимательно что будет происходить начальная скорость равна нулю а а превращается ускорение превращается в g то есть фактически у нас осталось что вы равняется g t вот и все gt то есть если я отпускаю тело через секунду у этого тела будет скорость 10 метров в секунду через 2 секунды 20 метров в секунду через 3 секунды 30 метров в секунду через 4 секунды 40 метров в секунду и так далее и так далее все очень просто и понятно едем дальше что такое дельта x дельта x это x отнять x нулевое то есть это координаты тела в данной точке точно так же и дельта y дельта y это y отнять y нулевое поэтому вторая формула может у меня записаться так y отнять y нулевое равняется v нулевое плюс v деленное на 2 умноженное на t смотришь ну что тут можно так сказать зачеркнуть y нулевое потому что начальная координата ноль и v нулевое потому что начальная скорость равняется нулю таким образом вот это у нас будет первая формула таким образом вторая формула превращается y равняется vt деленное на 2 все что такое y это его местонахождение это тело в любой момент времени точно так же мы переходим к рассмотрению третьей формулы ну понятно что я не буду сейчас писать y отнять y нулевое это уже ясно то есть y будет равняться местонахождение координата в любой момент времени ну и мы теперь уже сокращаем так сказать эту писанину v нулевое будет 0 а вместо a я пишу g и получается просто напросто g т квадрат четвертая формула y равняется тоже понятно v квадрат деленное на 2g и так вот это у нас вторая формула вот это у нас третья формула а это у нас четвертая формула вот и все мы с вами построили полную теорию тело которое просто напросто начинает что значит начинает что значит начальная скорость равна нулю падать с какой-то высоты вот и все ну и сейчас можно что сделать поиграться чуть-чуть с этими формулами я это сейчас уберу вот потому что нужно знать как решается так сказать задачи ну вот значит если мы знаем скорость какой-то момент времени мы можем узнать сколько времени тело падало из первой формулы t равняется в отделенной на g что можно из второй формулы извлечь ну тут два варианта скажем я могу найти скорость если я знаю координаты и время 2у поделить на t как я это делал вот так вот раз вместе идут вот так вот и делю на то что рядом с v стоит 2у деленное на t точно так же t будет равняться 2у деленное на v просто-напросто здесь поменял места что еще из третьей формулы можно найти время квадратный корень потому что там t в квадрате это будет 2у деленное на g ну и самое интересное заключается вот в чем что v то есть скорость в момент любой можно найти как 2у деленное на g теперь что еще можно сделать да вот мы можем сказать вот здесь вот у нас находится земля то есть туда куда этот шарик прилетит правильно значит вот эта вот высота по y это y максимальный и время тогда у нас получается это время падения вот вот то есть можно сказать что h это максимальная высота это тот максимальный y который может существовать потому что тел упадет на землю дальше оно уже двигаться не будет но вот эти вещи пока у нас должны так сказать отложиться в голове вот что мне хотелось бы поначалу рассказать просто про свободное падение тел и мы с вами рассмотрели случай когда шарик просто-напросто отпущен с какой-то высоты начальная скорость 0 y мы выбираем вниз я сейчас не буду рассказывать про тот вариант когда y ось y направлена вверх от этого поверьте мне ничего не изменится но помните я говорил самое гениальное это самое простое что только может быть поэтому я рассмотрел только этот вариант вот все что мне хотелось бы вам пока рассказать это первая часть моего рассказа свободное падение тел ну а дальше я буду рассказывать что можно извлечь когда тело бросают вертикально вниз и потом бросают вертикально вверх но это уже будет другая песня так сказать а сейчас мне хотелось бы вам напомнить что вы учите физику на канале который называется физика это просто поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить всего всего вам доброго до свидания до новых встреч до новых встреч субтитры